Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Проезжала мимо садового центра Дарвин. Решила зайти. Просто так, посмотреть. Ничего не покупать, слишком рано. Не удержалась. Купила две розы. Это не спонтанный выбор. Эти розы были у меня, скажем так, в хотелках. Купила два сорта. The Ferry и Kimono. Буквально в двух словах об этих сортах. The Ferry переводится как фея или волшебный сказочный. Я уже как-то покупала эту розу. Оказался пересорт. Цитирую интернет. The Ferry – самая популярная в мире и самая широко распространенная палеантовая роза. И одна из самых легких в культуре. Цветки розовые. Они появляются в длинных кистях по 10-40 штук. Цветение продолжается практически без перерыва до поздней осени. Превосходная почвопокровная роза. И вторая роза – Kimono. Вот так она вам не льет, боюсь, упадет. Kimono – очень симпатичная флорибунда. Это одна из самых обильно цветущих роз. И ее жизнерадостный светящийся цвет издалека привлекает внимание. Имеет фруктовый аромат. Все свои розы, а их у меня на участке 25 штук, я покупала исключительно в горшках. Эти розы продавались не в горшках. А корни у них были завернуты в черную пленку. Розы проснулись. Консультант сказала, что можно так оставить. Поливать и держать в прохладе. Приехав домой, задала себе вопрос. А где взять прохладу? Розы пошли в роз. В холодильниках уже не уберешь. На подоконниках температура около 20 градусов. На застекленной лоджии аналогично. У одной розы я все же решила развернуть пленку и посмотреть, что с корнями. Посмотрите, очень плотный ком. Этот ком я положила в воду. Ну, 10 минут. Ничего не изменилось. Придется брать таз с водой и попытаться там размочить это нечто. Прошло еще 20 минут. Наконец добралась до корней. Корни длиннее, чем я предполагала. Такие в обычный 2-литровый горшок не уместятся. Что делать? Есть два варианта. Обрезать или уложить спиралью. Попробую уложить спиралью. Смотрите, беру 2-литровый горшок. Совершенно случайно за фейри. То, что пересорт. На дно кладу крышку. И вот такую сеточку. Сеточка нужна, чтобы потом было удобно доставать это растение, не повреждая корни. Насыпаю на дно немного земли. Относительно грунта. Взяла торфяную смесь. Немного огородной земли. Компоста. Чуть-чуть вермикулита и золы. Роза оказалась не прилетая. На собственных корнях очень длинный черенок. Роза не умещается в такой горшок. Что делать? Взяла пластиковую бутылку. Обрезала и поставила сверху. Досыпаю грунт. Обязательно пролью стимулятором. Дома ничего кроме лентарной кислоты и никотиновой не осталось. Но это хорошие стимуляторы. Янтарная никотиновая кислота продается в обычной аптеке. Стоит недорого. Как приготовить такой раствор? На 1 литр воды нужно взять 1 таблетку 50 мг никотиновой кислоты и 1 таблетку янтарной кислоты. К чему я это все говорю? А это к тому, что покупая розу в такой упаковке не была готова к такой ситуации. Во-первых, потратила много времени. Во-вторых, непонятно, что из этого в результате получится. Что сделаю со второй упаковкой? Просто так сверху, это сейчас стало понятно, не польешь. Я сделаю отверстие в пленке и поставлю в банку с водой. Пусть впитывает. По количеству оставшейся жидкости будет понятно, сколько впитала. Оставлю в пленке до лучших времен. Буду, конечно, наблюдать. Посмотрю. Может быть, в таком виде простоит еще месяц. А у меня на сегодня все. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...